МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью участникам СВО в трудоустройстве Владимир Путин выступил перед советом законодателей в Таврическом дворце. С ветерком до острова Фортов. Третий в серии скоростной катамаран спустили на воду. Форт Александр I, как и предшественники, пойдет от Дворцовой до Кронштадта. Поддержка молодых семей в России должна с каждым годом увеличиваться. Это позволит в стране вернуться в демографическую весну. Эта тема стала одной из главных на заседании Совета законодателей. Перед участниками выступил президент Владимир Путин из Таврического дворца. Репортаж Александра Буренина. Образование, сельское хозяйство, медицина, по сути, каждая отрасль требует законодательной регуляции. Поэтому в эти дни в Таврическом дворце не было темы, которую бы не обсудили. Основной посыл, как максимально быстро и правильно двигаться дальше, учитывая и федеральные интересы, и, что называется, антураж каждого отдельного региона, где свои слабые и сильные стороны. Кульминацией дня выступления главы государства Владимир Путин подчеркнул, впереди у парламентариев важнейшая задача – участие в формировании правительства. Впереди важнейший этап формирования нового состава правительства России. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие решения граждан повысить роль законодательной власти, проявляют ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития. При этом важно уделить внимание и подготовке новых не только политических кадров. Все необходимые программы в России работают и приносят результат. Как вы знаете, уже начала действовать специальная кадровая программа «Время героев». Это кто эти люди? Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что так же достойно они проявят себя и в будущей работе, в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах. Перед выступлением президента расширенное заседание Совета законодателей провела Валентина Матвиенко. На повестке дня была поддержка молодых семей. Четкая работа в этом направлении позволит вернуть страну в демографическую весну. Например, в случае ликвидации компании, пока родитель находится в декрете, необходимо, чтобы выплаты от государства не были меньше, чем мрот по региону. Если же молодая мама хочет скорее вернуться к карьере, работодатель должен в этом помогать. Женщины и мужчины не должны выбирать или-или. Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс ее поддержки нужно активнее вовлекать работодателей. В ряде регионов компании уже воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска. Инициативы эти замечательные. Помимо заседаний прошли и двухсторонние встречи. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил вопросы профессионального образования с вице-премьером Татьяной Голиковой. Важно, чтобы еще в школе дети определялись с будущей профессией. И им всячески в этом должны помогать. Петербург является успешным примером в этой сфере. Город может предложить лучшие практики, поскольку среднее профессиональное образование в городе развивается успешно. Есть своя методология подготовки кадров. Мы сейчас организуем в наших школах спецлабораторий химии, физика, математика, астрономия, биология, генетика, о чем мы говорили. И на сегодняшний день это очень важно, потому что вот тот эксперимент, который мы с вами проводим в Санкт-Петербурге, он дает уже ребенку возможность выбрать свою будущую профессию уже с шестого класса. Отдельное внимание законодатели уделили не просто развитию семьи, а многодетным родителям. В Петербурге с августа будут выдаваться подарочные наборы на врожденным, но это не все законодательные инициативы местных парламентариев. Один из самых основных вопросов это приведение к общим параметрам, которые были многодетной семьи сейчас и опыт других регионов. Мы, конечно, уже неоднократно говорили о московском опыте, где многодетная семья считается по последнему ребенку, которого достигает 16 лет, тогда только снимается статус многодетной семьи. Это тоже очень важный вопрос для Петербурга, он тоже актуален. На заседании, посвященном продовольственной безопасности страны, рассказали, что в скором времени в России начнется инвентаризация заброшенных сельхозугодий. В случае нежелания владельца работать, территория может быть возвращена государству. А у тех предпринимателей, кто готов на земле работать, необходимо поддержать различными налоговыми льготами. Александр Буренин, Андрей Жохов, Дмитрий Мелехов, Нарина Степанянца, Александр Борисов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города доложила о социально-экономической ситуации в регионе. По его словам, все поручения президента выполняются. У вас растет количество многодетных семей. Рост на 30% за 5 лет. Да, ну вот. Владимир Владимирович, вы тогда ставили конкретно задачу, еще в 2018 году, оказать содействие, чтобы у нас количество многодетных семей появлялось. Мы приняли ряд программ, я вам об этом докладывал, соответствующие, поддержки семьи, соответствующие выплаты, детский сад, школа, транспорт, который мы им бесплатно выделяем, и многие-многие другие вопросы. Но вот я хочу сказать, что кроме этого мы, конечно, обеспечиваем жилье. Кроме того, всесторонняя поддержка оказывается семьям участников СВО. Эта работа проводится вместе с Фондом защитники Отечества. За каждой семьей закреплен участковый из социальной службы. В подшефном Мариуполе петербургские специалисты построили 40 социально значимых объектов. В этом году будет введено в строй еще 23. Речь зашла и о предстоящих губернаторских выборах. Александр Беглов сообщил Владимиру Путину, что ветераны-блокадники и представители других общественных организаций просят его выдвинуться на второй срок. Я им ответил очень просто, что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом Российской Федерации. Я сегодня спросил Владимир Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал, да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Губернатор доложил и о выполнении поручений президента по строительству метро и развитию Санкт-Петербургской агломерации. Идет согласование планов по новому терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали и их связке с исторической и перспективной застройкой центрального района. Также Петербург ожидает согласование госэкспертизы проекта трассы М-32, важной для обеспечения транспортной доступности нового всесезонного курорта «Горская». Сегодня день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 38 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Сегодня в парке имени академика Сахарова венки и цветы возложили к памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф. Память погибших почтили минуты молчания. В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Этот монумент – это память о тех героях, которые отдали свою жизнь, и о тех героях, которые сегодня вместе с нами живут и продолжают укреплять наше государство. Такого загрязнения в мире еще не знал и не понимал, с чем он столкнулся. Но нам необходимо сделать уроки из этого. Ну и прежде всего, конечно, помнить и чтить память героев. Губернатор рассказала о том, что в Петербурге принято решение продлить аллею ликвидаторов. Впоследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС в парке Сахарова работы начнутся в следующем году. Новый скоростной катамаран «Форт Александр I» спустили на воду на Средненевском судостроительном заводе. Это уже третье судно серии. Первые два в минувший туристический сезон успешно отработали на маршруте Петербург-остров Котлин. Катамараны строят в рамках исполнения сразу трех поручений президента о комплексном развитии Кронштадта, о реализации госпрограммы по обновлению пассажирского флота и импортозамещении. Всего будет построено шесть таких судов. Они изготовлены из деталей и материалов исключительно российского производства. Средненевский завод имеет историю больше ста лет. Но при этом он остается или становится современным предприятием, лидером по многим технологическим решениям в стране. И что особенно вызывает гордость, что наши земляки все-таки и по этому направлению остаются или являются лидерами. Действительно, более 50 лет такого уровня проекты не производились. И наш потенциал, туристический потенциал Санкт-Петербурга, а Санкт-Петербург является морской столицей России, культурной столицей России, главной военной морской столицей России, действительно он славен нашими водными ресурсами. Скоростная навигация по маршруту Санкт-Петербург-остров Фортов открывается уже завтра. Кэтамараны, которые могут взять на борт до 200 пассажиров, будут отправляться от центрального причала Дворцовая пристань. Скорость 26 узлов. Время в пути 1 час. В пожарной части Адмиралтейского района сегодня наградили дворника, который спас из горящего дома несколько человек. Его поступок сняли очевидцы и выложили в сеть. Исторический дом на Подольской улице загорелся рано утром. Алимжон Ибрагимов, так зовут героя, заметил агоний в одном из окон и вызвал пожарных. Люди от страха уже готовились прыгнуть с третьего этажа. Как говорят очевидцы, отважный дворник, не раздумывая, забрался по водосточной трубе на карниз, помог женщинам удержаться, а потом спуститься по лестнице подоспевших пожарных. За вашу активность, гражданскую позицию хочу вам объявить благодарность. Алимжон Ибрагимов приехал в Петербург из Узбекистана. Ему 48 лет. Он уже 7 лет работает в районном жилком сервисе номер один Адмиралтейского района. На работе его хвалят. В прошлом году наградили грамотой. В этот раз Алимжон получил картину с видом Петербурга и новую форму. На Манежной площади сегодня отмечали день пожарных центрального района. Сотрудникам службы вручали награды и благодарили за труд, крайне опасный, но очень почетный. В этой профессии, как они и сами говорят, нет случайных людей. Там приходится ежедневно рисковать собственной жизнью ради спасения других. Для гостей устроили концерт с выступлением петербургских артистов, а также викторины. Прямо на площади была выставлена современная пожарно-спасательная техника. Среди экспонатов спецмашины, которые используются исключительно в районах со старой застройкой, с низкими арками и узкими проездами. Пожарные показали навыки работы. Прямо на глазах у зрителей потушили горящий автомобиль. Надо проводить эти праздники, несмотря ни на что. Надо показывать людям, что у нас есть, какая у нас техника, какие навыки, как одеты наши пожарные, в каком обмандировании они работают. Все это позволяет людям в нашем городе быть уверенным в завтрашнем дне, что есть такая служба, которая в любой момент, несмотря ни на что, придет на помощь и выполнит задачи по спасению людей. На Манежной площади также прошла торжественная церемония посвящения в пожарные кадеты. Юные бойцы приняли присягу и прошли торжественным маршем. Главный праздник все пожарные отметят 30 апреля 375 лет пожарной охраны России. О таинственном зеленом пигменте картин Пикассо рассказали в Эрмитаже и Институте Карпинского. Два музея создали проект «Эрмитажная геология», который позволяет взглянуть на мировые шедевры искусства с точки зрения науки. В каких полотнах испанского художника обнаружили русский след, узнала Светлана Бухчеванжи. Острые углы и искаженные пропорции. Глядя на работы Пикассо, кажется, мир разбился на фрагменты. Так появился кубизм. Чтобы передать фантасмагорические образы, художник также экспериментировал с цветом от темных монохромных красок до колоритных ярких. В его творчестве были и розовый, и голубой периоды, но в какой-то момент на полотнах стала преобладать сочная зелень. На многих картинах Пикассо искусствоведы видят русский след. И не потому, что испанский художник был женат на артистке балета Дягилева Ольге Хохловой. Все дело в Валканскоите. Редко минерали, в котором и кроется секрет насыщенного зеленого пигмента. Он встречается только в Приурале и нигде больше в мире. Основатель кубизма даже просил своих советских коллег выслать ему ящик с загадочным зеленым камнем. Что, собственно, и было сделано. Как выглядит Валканскоит в природе, знает в геолого-разведочном музее Института Карпинского. И если загадку зеленого цвета в работах Пикассо специалистам удалось раскрыть, то вот история происхождения минерала до сих пор вызывает вопросы. В составе камня много хрома, а вот откуда он взялся в приуральских реках, до сих пор непонятно. Что наверняка известно, так это то, в честь кого назван редкий минерал. Настолько не знали, что это такое, что приняли его за медь и пытались продать. Но горный инженер, который увидел этот минерал, он сообщил своему начальству. Этот начальник хотел сделать приятное своему начальнику, министру императорского двора, который заведовал естественными науками, Валконскому. И так этот камень получил название Валконскоит. Впрочем, любовь к зеленому питали не только художники. Насыщенный по своему цвету малахит – известный любимец в дворцовых залах. Малахитовая гостиная зимнего дворца, словно драгоценная шкатулка, хранит уникальный минерал. На отделку комнаты ушло две тонны уральского малахита. Чтобы передать его неповторимый рисунок, мастера использовали технику русской мозаики. Поскольку малахит образуется в верхних слоях земной коры, земли, он образуется для изменения медных руд. Он растет такими почками, то есть такими вот наростами постепенными. Здесь в камне это видно местами. И когда его пилят, рисунок стараются подобрать так, чтобы один кусок продолжал рисунок другого. Эрмитаж и Институт Карпинского полгода назад запустили совместный проект, который позволяет взглянуть на мировые шедевры искусства глазами геолога. Раз в неделю в соцсетях публикуют познавательные статьи, которые специалисты советуют прочитать перед тем, как отправиться в Эрмитаж или геолого-разведочный музей. По сути геология она везде. Она вокруг нас и в нашей жизни, и в быту, и в музее. Но в музее это наиболее очевидно. И вот в нашей эрмитажной геологии мы как раз рассказываем об экспонатах, которые выставляются в музее, с точки зрения геологии. Из какого минерала или горной породы созданы те или иные экспонаты, их история, где они добываются, почему так названы. Сегодня специалисты двух музеев готовят материал о стране пирамид. В частности, расскажут про известняковые породы египетских стел. В планах также продолжат тему пигментов и состава красочного слоя известных художников эпохи Ренессанса и Просвещения. Светлана Бахчеванжи, Сергей Улитин и Олег Марков. Новости телеканал Санкт-Петербург. У меня на сегодня все новости. Далее экономическая повестка. Аркадий Широградский в студии. Приветствую, Валентину. Уважаемые зрители, есть хорошие новости. За эту неделю рубль значительно укрепился ко всем основным валютам. Об этом в конце выпуска, который я сейчас и начинаю.